привет дорогие друзья и с вами мария ваш дружок по художественной деятельности вот и сегодня я хочу ответить на вопрос одной из моих подписчиц которая спросила про покрытие и поскольку сейчас у меня в мастерской присутствует примеры работ с разным покрытием то хочу с вами обсудить во первых эпоксидная смола как покрытие обычный лак и еще новинка акриловый гель текстурный вот то есть три разных покрытия как они отличаются я хочу вам показать наглядно во первых по поводу эпоксидной смолы смотрите помните я вам рассказывала что я покупаю большим объемом получается по 750 рублей килограмм вот сейчас на эту картину эта картина мы делали вместе с людьми плескали то есть такой экспромт и люди мне попросили покрытие это жидким стеклом то есть смолой и вот на такой размер а это у нас 110 на 70 у меня ушло 200 ну практически 300 грамм и в оксидной смолы вот примерно на эту картину ушло 400 500 рублей текстурный гель я об этом узнала случайно и есть глянцевые есть полу глянцевые есть матовый баночка такая стоит дофига 600 рублей и я сейчас на радостях получила полу глянцевый и решила проэкспериментировать на своей новой работе и сейчас вместе с вами давайте посмотрим эффект вот смотрите вот такая вот работа и и я сейчас сверху вот по верхней части наносила этот текстурный гель то есть он добавляет дополнительно текстуру и дополнительно такие типа имитации мазков вот видите везде где блестит это текстурный гель я наносила его мастихином вот особенно видно это вот здесь так как это ребристая поверхность это текстурный гель вот внизу пока не наносила потому что тупо не хватило то есть одной такой баночки хватает вот наверх картины то есть 650 рублей еще доставка то есть 850 рублей наверх этой картины я сейчас бомбанула чтобы посмотреть какой эффект будет насколько лощеная она станет давайте сразу же к боксильной смоле вот эту картину я сейчас только что покрыл ну конечно и боксит к будет вообще-то полощенный эффект и будет очень блестеть и вот на эту получается 300 400 рублей 110 на 70 лаком тара у меня огромная 10 литров две с половиной тысячи рублей ну и на эту я не знаю сколько ушло и вот посмотрите какие мазки от лака тоже видно что очень такая фактурная лощеная красивая поверхность таким образом получается что принципе когда у вас картина сама фактурная сама интересная вот как у меня это розовая я пока не увидела особого крутого эффекта от этого текстурного геля текстурный гель покупают для картин которые печатают на холсте то есть он добавляет такой вот имитацию масляной живописи пока мой эксперимент то есть если работа сама по себе фактурная то это не требуется для этого такой текстурный гель ни к чему по моему лак выглядел бы также вы сами видели только что я вам показала обычный лак и причем это кстати деревянная поверхность это арголит но поскольку сама краска выживая и вот так вот легла неровно то и лак смотрится живо интересно по моему очень неплохо ну и эпоксидная смола я кстати наносила ее кисточкой то есть я выделила кисточкой понимаю что я ее сейчас выкину в принципе я даже сейчас хотела записать видео о том как я это делаю но стоит ли вы если работаете с эпоксидной смолой вы понимаете что вы разводите состав просто я вместо палочки поскольку здесь есть такие выпуклые части я наносила кисточкой то есть пока мой фаворит это простой акриловый лак в два слоя смотрится лащено дешево сердито интересно но эпоксидная смола тоже плюс можно поэкспериментировать и внутрь этой смолы накидать каких-нибудь камушков блесток еще что-то там выложить создать дополнительный эффект смотрите я сейчас подумала окей там у меня предположим действительно работа то большая розовая была очень текстурная такая я подумала что если взять картину например с плоским рисунком и на нее нанести текстурный гель хотите проэкспериментировать давайте сделаем это вместе давайте здесь я сейчас попробую кисточкой и посмотрим какие мазки получать кстати одну сторону я покрыла текстурным гелем а вторую сторону я буду покрывать лак сейчас сравним но я кажется поняла в чем просто крутая разница так смотрите вот эта сторона прям явно четко видно что это будет засыхать как мазки а вот эта сторона тут просто лак я точно также делал хаотичным движениях вы видите но тут таких мазков нет еще раз здесь текстурная паста в чем разница можно прям под маски если взять тоненькую кисточку прям вообще можно такие масочки делать а здесь такого нет вот это поворот все вот теперь все стало понятно разница между текстурным гелем и лаком очевидно видно то есть если у вас холст если у вас какая-то плоская работа то текстурный гель может сыграть не последнюю роль в крутости этой работы чё теперь покроем вместе эту картину смолой показать вам как я это делаю я это делаю на полу потому что горький опыт меня уже научил что стоит куда-то положить если там хотя бы чуть-чуть неровная поверхность то вся смола стекает я начинаю от центра краю потому что чтобы края не были сильно жирные лучше я на них нанесу и кисточкой кисточку я принесла в жертву но поскольку здесь выпуклости то кисточкой самое эксперимента ради я сейчас на всю эту фактуру нанесла тоже смолу видите ее видно мне кстати нравится эффект то есть я просто кисточкой на эту всю фактуру нанесла эффект вот опять же например это у нас верху текстурный лак который стоит 600 рублей баночка а это я буквально остатком наверно 100 150 грамм замазала весь низ и мне нравится эффект получилось как-то не нарочито как лак но очень оживила знаете этот живой блеск свежей краски он все-таки делает свою роль поэтому если работа фактурная то можно наносить смелой боксидную смолу кисточкой получается вот такой вот крутой эффект ну что это было мое такое сегодняшнее спонтанное лайф видео мы с вами сравнили три компонента лак текстурный гель и боксидная смола и получили довольно интересные результаты в общем если картина плоская без фактуры текстурный гель прикольная штука если все-таки есть какая-то фактура то можно или лак или вот тонким слоем и боксидную смолу получается намного дешевле и круче эффект вот с вами была мария будущих и до скорых встреч пока пока хотела красиво моргнуть но получилось так все пока